Привет, дорогие друзья! Наше живое видео начинаем сегодня в экспресс-режиме по вашим вопросам. Сразу же идем к первому вопросу по поводу лисицы из Вырицы. А вот она. Вот я. Она сейчас в отдельном вольерчике. Вот, по информации от нашего ветеринара Наташи, состояние стабильное. Единственное, косоглазие есть. Следим сейчас за зрением, и вот в процессе уже будет ясно, выпускная или не выпускная, стопроцентно восстановится зрение или нет. Аппетит хороший. Вот сидит. Наташа назвала ее Тереза. В честь Терезы Стратус. Оперная певица. Натальдик, скажи. На сопра, ну. Так что вот. Это вопрос был от Натальи. Как лисится из Вырицы. Вот так вот. Так, вопрос был от Талевтины. По поводу енотов. Еноты сейчас в теплом помещении, потому что сегодня первый снежный день, поэтому особо не посмотреть. Полощут. Стирают и так далее. Это и позже сделаем видео, когда будут на улице. Ноябрь должен быть теплый в Питере, в Ленобласти. Так что попозже сделаем видео. Вопрос был. Покажите, как загорает зима ковидный Паша. Так, ой, сейчас мы. Вот, это вот Александр Борис вчера про что говорил. Вот как наш новый Осик поет. Осик! 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 Все, ты покричал, молодец. Все, яблоки, морковь все попутся, молодец. Так, вернемся к вопросу. Покажите, как загорает зима ковидный Паша. Сейчас достаточно холодно, не солнечно, поэтому Паша не загорает, а Паша сидит в доме. Вопрос был от Никиты. Сколько дневников приготовлено на холодах, вафель и так далее. Вот у нас такой вот корпус большой, это дальний корпус. Это как раз корпус хранения, кстати, таких больших запасов, которые волонтеры заготавливают. Вот, половина этого корпуса, это виницы. Заполнили помещение, примерно процентов, наверное, на 90. Но этого хватит, ну, в самом лучшем случае, где-то до февраля. Вот, ну, хорошо, хоть до февраля запас виниковый есть. В этой двери здесь находится хранение ягеля. А также, вернемся опять к этому корпусу, вопрос был от Татьяны, как центр проводит сбор историчного сырья на переработку. Опять же, в этом корпусе у нас находится помещение для хранения картона по переработку. Железо рядом с этим корпусом и еще в другой части центра. И также в другой части центра находятся мешки, куда складируется стекло. Меньше, чем за год мы сдали в Тор сырья картона, железо и стекла. По весу это было чуть до 5 тонн. В общем, достаточно большое количество. Так, оплывем вдоль лифт. Привет большой Оксане в Новосибирск. Оксана сказала, что ей интересно все. Так что вопросы, на которые я отвечаю, которые от разных людей поступили. И для Оксаны тоже, в том числе. Новосибирскому привет! Также поступал вопрос, как поют синие луши, показите. Ну, по-моему, сегодня уже Ося за всех спел. Игорь из США задавал этот вопрос, как поют синие луши. Ося сегодня за всех спел, но сейчас пойдем еще в сторону синие луши. Посмотрим, может, они нам тоже споют. Тут кто? Тут Доврыня, Доврынь, тыс. Был также вопрос от Ольги. Показать у наших новеньких нутрий Нюру и Лёлю. Сегодня про них прямо сделали отдельное видео, отдельное фото. Так что скоро будет на YouTube-канале и о Груфе. Даже не в этом, в общем, видео, а отдельные. Так что, Ольга, вам привет от Нюра и Лёли. Поплыли дальше. Вот в нашем экспресс-видео Сережа. Спасибо, Сережа. Он каждый выходной приезжает, проводит экскурсии. Извините, закрываю ворота. Айдемте. Вот она здесь подготавливается, как раз перебираются фрукты. Картон подготавливается, чтобы уносить его в дальний корпус на хранение, на вторичную полную приработку. Здесь буквально вот у нас уже 2-3 дня овощи, фрукты, то, что нам базы дарят. Их здесь перебираем. Так, дальше поехали. Все вон какие плотненькие, с подшерстком к зиме готовятся. Ну, скажи, носки, готовлюсь я к зиме. Айдемте дальше. Вон тут гималайская медитация. Поехали дальше. Сегодня у нас снег шел. Птичий двор снега нападал. А вот тут наши красавцы. Специально этот вопрос был от Али, от Ирины, ее дочки. Покажите птичий двор. Вот птичий двор. Аисты и ворон уже переехали в помещение на холода. Остальные теплолюбивые птицы тоже скоро переедут, уже бокса готовы. Так что вот птичий двор. Повторюсь, а вопросы были от Али, от Ирины, с ее дочкой. Аля, привет, Большой Климовску. Кушаешь? Кушаешь? Там потапа, объелся арбузов. Потапа полностью берлога, все к зиме готово и вычищено. Пилочки добавлены, сено новое. Потому что все потап уже в ближайшее время может ложиться спать. Вот наш сегодняшний снег, который тут небольшие на дорожках нам топи устроил. У Тони там тоже арбузная трапеза была. У Тони тоже берлога готова. Тонь, что ты пляшешь тут? Так, а идемте дальше. Дальше спрашивали, как поют синие луша. Вот не знаю, синие с лушой будут в настроении или нет. Вот они, семейство. Будут в настроении или нет пить. Ну, Ося, если что, очень громкую над всем песню спел. Ну, Сень, луша, будете петь? Нет? Нет, пока не поют. Ладно, идем дальше. Ой, ребятня, ой, ребятня. Кто ногой в тарелке? Кто рукой в тарелке? Кто ногой в тарелке? Вот, Асечка, ты молодец. Ты в домике. А, это что там, бочок чешешь? Спасибо большое овощебазам. Нам подарили арбузы. Там даже Ася такая любительница арбузов. И то, пока он оставил арбузик, все съела. Курицу съела, кашу съела. Ой, Ася, а ты по покрышке ходишь. Полетели дальше. Так, еще разочек. Псичий двор. Без аездов, без ворона, повторюсь. Они переехали уже. Ммм, дай скажи вкусно как. Ммм, пирушка тут на птичьем дворе. Так, вылезай дальше. Ну что, Норс, ты ходишь тут. Полетели дальше. Так, а теперь тема кабанов. Пролетаем опять тут центр нашей переборки. К теме кабанов просили показать. Аля просила показать Молли и Васю. Леди Рик просила показать варежку. Да. Ам, ам, а ты загружишь. Ладно, полетели Молли и Васю смотреть. Здесь Наталья операционная. Расскажи, давно, говорят, нас не было, а мы вон тут. Вон плотненький Вася, вон Молечка. Да, Моль? Ну вот, лужу мне тут. Ай, Моля, Моля. В общем, вот Молечка. Моль, ты ко мне сюда лезешь. Вон ты пятак какой. Пятак. Пятак. Давай, хоп. Дальше полетели. Дальше полетели. Дальше полетели. Ну, Александр Борис. Это сено, оставшееся для берлог. Последние берлоги буквально сегодня малышам. Дозаполняют сено, все уже вычищены, пилки досыпаны. Кладем сено, все. Можно уходить в спячку. Так. Идем на треть варежку. Так, а-ля, Молле показали тебе Василия. Привет у тебя от них. Так. Идем к варежке. Хру. Хру. Варя. Что? Варечка. Вот. Еще раз повторюсь вопрос от Леди Рик. Как поживает Варя? Она говорит, хорошо, я поживаю. Вон какая красавица. Аппетит хороший. Уф, уф. Уф, уф. Уф, уф. Уф, уф. Уф, уф. Вот и Варя. Ося у меня уже песню спел. Да, прям вот так рот открывал, да, Ося? Да, прям пел, кричал, пел. Да, Ося? Нет, ты песни не пел. Так, просили показать Сенину поляну. Идем на Сенину поляну. А сейчас смотрю, вроде почти все вопросы, на все вопросы ответили. Сейчас еще раз сверю. Вот, я тоже использую тебя и подписываю. Все вопросы ответили. так птичий двор сейчас проверяю показали ответили вот сейчас мы поля на поляну синьки сегодня мороз всех выморозил все холодно все вот еще у нас опрос от ирины ирина ее дочка помимо птичьего двора в общем просили показать петушка сейчас мы его прям отдельно покажем а петушок вот и один второй они пасутся на свободном выпасе вот они ходят еще двор весь здесь а петушка так возвращаемся к свиньям еще у нас было два вопроса а не точнее вопросов больше вопросы были у неправильно сказала о двух человек вопросы были к наталье ветеринару к александру борисовичу и ко мне и и и